омара бай ин говорит оба и да кдамри инчика говорят люди шу сады и нука бы шука о да вода имей то что болтает ребенок на на рынке это либо мама либо папа сказали вот генералу мишу мы а вот вы имеете концы на ликуля мишмара из-за ее мамы и папы мы наказываем всю бригаду омара бай ой лироша или шхейной плохо злодею плохо его соседу то в рацатик готовлю шхейной хорошо садику и хорошо его соседу кем оставим здесь небольшое предложение для того чтобы для того чтобы сделать съем в помещении молитвы спасибо итак в конце масса когда заканчивается трактат принято несколько последних предложений рассказать всем тем людям которые пришли поздравить и поучаствовать в окончании трактата и мы сейчас в кадре видите как мы на иврите поскольку среди наших гостей были друзья которые приходят к нам на минху соседи с соседних ближайших офисов и мы посчитали что мы будем переводить на русский язык будем переводить на русский язык то это им помешает слишком долго они будут присутствовать и как бы не понимают и поэтому мы решили все сказать на иврите а вам записать отдельно по-русски так была история о том что была семья которая называется семья билга и куаним и они все почему-то у них не было собственного окна окно в которое они укладывали там ящик которым укладывали ножи и его закрыли и также они все время делили свой хлеб только на юге они на севере там где-то было более на севере было более почетное место и окно которое мы говорили у них заложили и кольцо на котором они должны были закреплять животное во время шхиты во время когда не зарезали оно тоже было как бы аннулировано его невозможно было крутить они пользовались время и окнами и кольцами других семей куани почему с гимна приводит два объяснения одно из них что у них была одна из их дочерей она бросила соблюдение было бросил иудаизм и пошла вышла замуж за какого-то греческого вельможу и когда греки во время войны хашманаим вошли в храм то она вошла к она вошла в храм вместе с за войсками и била не дай бог то сказать слышать это била своим тапком пожертвеннику и говорила волк волк до какой степени ты будешь пожирать имущество евреев и ты не помогаешь им когда им тяжело трудно это когда мудрецы услышали эту историю что так она себя вела они постановили что не будет у этой бригады куанима этой этой смены куаним не будет у них своего окна и не будет у них своего кольца они должны будут постоянно просить у всех других смен чтобы они разрешили им пользоваться своими кольцами своими своими окнами есть которые говорят другое мнение объясняющее почему они получили такое наказание что они все время делили только на юге и никогда не были на севере на более почетном месте потому что они как-то опоздали и их братья предыдущая смена осталось работать вместо них говорит гимара ну понятно если они опоздали почему наказали всю смену а если из-за дочери то почему наказали всю смену говорит гимара сколько раз она так говорила это слышала дома значит ее отец так отзывался о жертвеннике хорошо но ее отец и мать так отзываясь о жертвеннике причем все братья раз соседи братья соседи их клан так сказать не смог повлиять хорошо значит искать как бы это говорит о том что они все как бы не были достаточно святыми для того чтобы повлиять на него в лучшую сторону говорит гимара да действительно так оно и есть что если есть кто-то сосед ой соседу про злодея и хорошо соседу праведника да поскольку сосед праведника у него даже него есть праведника из хорошие мысли хорошие поступки и сосед это чувствует на него это влияет а здесь это если есть не на бог злодея такого это тоже бывает да то есть он на него тоже влияет и дальше мы зачитали специальная молитва которая говорит о том что которая говорит о том что мы благодарим всевышнего за то что мы закончили закончили этот трактат сука и здесь упоминается имена права бар папа который раб бар папа у него было шесть раз сыновей все стали большим тумблер паховым Одного звали Ханина Барпапа, другого Рами Барпапа, Нахман Барпапа, Ахае Барпапа, Абамари Барпапа, Рафрам Барпапа, Рахич Барпапа, Сурхов Барпапа, Ада Барпапа, Дару Барпапа. Больше здесь сыновей? Сейчас посчитаем, сколько. Один, два, три, десять сыновей у него было, да? Десять сыновей. Почему десять сыновей? Все стали Датлмуды Хаховем. Почему? Потому что мы желаем всем тем, кто заканчивает трактаты, чтобы их дети из-за радости Тора тоже становились, любили изучать Тору. И дальше молитва о том, что мы хотим, чтобы Тора была сладка в наших устах, благодарение Всевышнему. Молитва о том, чтобы мы смогли повторить, чтобы Тора осталась нами и в этом будущем мире, оставила нам заслуги. И специальный кадиш, который говорится только на похоронах и во время окончания трактата. Это не случайно, потому что и окончание трактата, цельность трактата означает цельность. Закончили трактат, значит, какая-то цельность. Человек, который уходит из этого мира, значит, уже цельная жизнь закончилась. То есть, этот человек, он выполнил свое предназначение. И точно так же, как трактат закончен, это что-то целое, законченное, так же человек, который уходит из этого мира, значит, он закончил свою жизнь, значит, он выполнил какое-то свое предназначение. И поэтому этот кадиш, эта молитва читается в двух случаях. На похоронах и при завершении трактата. Большое спасибо. Желаем всем закончить, начать, закончить, знать, соблюдать слова Тора с любовью. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok